всем привет я ездил немного в гости в днепропетровскую область и привез оттуда два велосипеда вот тот самый велосипед который я привез с никополя отличный экземпляр с остатками родной краски с потертостями передний обод имеет вот такой профиль будем скорее всего искать или второй такой или пару одинаковых так как заднее колесо мало того что влезло еще и не родное вот кинговый багажник от какого-то никопольского мастера мы его снимаем он из нержавейки будет набором трубочек для изготовления чего-нибудь из нержавейки наш вербот веревочки тоже мы снимем руль развернем так как он был по заводу поставим катафоты на родных стоечках такие у меня где-то валялись выясним сидение родное не родное и конечно же все помоем перемажем возможно раму крылья после рихтов и мойки покроем лаком есть вопрос педалью то ли кривая педаль то ли шатун все равно это все будут разбираться и перебираться достался замечательный велосипед украина вот такой погнутой рамой ровными драпаутами замечательным колесом свой профилем и нужно как-то решить вопрос с рамой у нас есть на чем потренироваться рама от украины согнутая в этом же месте принципе изгиб небольшой даже бардачок есть я уже заглядывал бардачки есть что-то завернутая тряпочку и слушайте ключики вот несколько ключей попробуем сейчас очистить серийный номер и увидеть год изготовления данного велосипеда нет 66 66 год отлично кстати вроде как одинаковые на абсолютно разные багажники у нас есть каретка с приваренным шатуном каретка не люфтила и очень хорошо вращалась представим что это у нас единственная каретка существующая такая в мире и попробуем ее извлечь из этого шатуна шатун скорее всего мы потеряем но каретку попробуем оставить что-то Я более чем уверен, что эта каретка еще походит. Шатун, кстати, возможно, тоже. Перед рихтовкой рамы нужно будет снять этот шильдик, чтобы потом поставить его на место целым невредимым. Вычитал в интернете, что заклепочки эти можно высверлить. Одну удалось высверлить, одну срубили. Мне удалось выровнять практически без складок, можно сказать, даже без складок раму от Украины 1966 года. Изгиб был в этой трубе и в этой трубе. Так, ну, добавочка в виде переднего колеса 26-го. Это чудо велосипед. 24-й, которое было у нас временно. Снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Еще этому велосипеду остается пока вот такая фара. Недавно был на секунде и что я там нашел, это будет наш зеленый велосипед на 26 колесах. В принципе осталось педали и заднее колесо. На данный момент у нас есть три велосипеда, которых нужно снабдить сидением. Значит первое сидение это на велосипед, который как я распознал Минск. Оно отличается от всех остальных, оно комплектное, не хватает одной скобочки вот здесь внутри. Мы ее снимем откуда-то и нужно немножко подправить, потому что оно, скажем так, с искривлением позвоночника. В общем первое сидение. Второе сидение на Украину 66 года. Это будет вот это сидение. Оно разберется, выровняются направляйки, полирнется и на него будет одета вот эта кожа. Вот скажем так, это вот так будет. Третье сидение это на велосипед, нет, это будет вот эта железяка. Она как раз, скажем так, в цветовой гамме этого велосипеда. И на нем будут стоять или, к примеру, вот эта кожа или вот эта кожа. Третье сидение. Четвертое сидение. Вот эта рама будет скрещена вот с этой пружиной. Потому что здесь пружина лопнула, мало того, что она лопнула, здесь не хватает еще куска. В общем, эта пружина идеально станет вот сюда. И пятое сидение тоже, конечно же, как все предыдущие, просто выровняется. Но разберется, отрифтуется, отшкурится, отполируется. Те кожи, которые не будут задействованы, вот к примеру, это нам точно не удастся ее отремонтировать. Мы из нее сделаем скульптуру. Вот там голова, которая у нас есть. На деда станет или эта кожа, или вот эта. Идем рифтовать. Вот еще такое сидение. Прикрепим. Вон в декабрях он в состоянии комплекта с блокнорной пружиной. Пружину мы возьмем отсюда. Она у нас тут целая. Заклепана вот такая штифля. Здесь штифт почти расклепился. Настройка изогнутых сиденья, покрашенная, специально чтобы не ржавело, погнали. Продолжение следует... Продолжение следует...